Очень интересно по поводу терроризма, я как раз когда был в Париже, 92-93 год, там были только маленькие, хотя это было еще... Война в Заливе, кажется, была, даже кругом был. Да, до этого, но Париж был абсолютно благополучный год, абсолютно, на первый взгляд. То есть идея была такая, что... Но уже было видно вот это ксенофобские настроения, которые витали. С одной стороны, французы были недовольны засилием приезжих, засилием мигрантов, которые натурализировались очень быстро, засилием выходцев из арабского мира. Например, они фактически, выходцы из арабского мира, контролировали всю мелкую торговлю в Париже. Вот любые все кафешки, вернее, такие маленькие магазинчики, любой там обязательно выходит араб. Это твои впечатления первые, да? Да, нет, везде, всегда, всегда. Редко Китай. Далекие 90-е в начале Китая. Далекие 90-е, да. Далекие 90-е. Вот. И вот. Потом была очень любопытная надпись в метро ксенофобского характера, расистского. С одной стороны, расисты белые высказывались о неграх и арабах. Вот. И, значит, а с другой стороны, ответка такая была. Знаете, как будто чеховская книга, вот эта чеховская рассказа книга, когда сам дурак там и так далее. Например, надпись в парижском метро, помню, написано, кто-то пишет «Смерть неграм и арабам». Восклицательный знак. Внизу подпись «А почему арабам?» То есть, как бы, ну, с неграми понятно. А арабам мы-то здесь причем? То есть, начинались вот эти вот маленькие, ну, потом известные вот эти Саркози, времена Саркози, вот эти все вещи. Что для меня, знаете, здесь, конечно, безумно интересный момент. А можно я вот немножко усложню вопрос, так обострю? Да. Да, вот, мне кажется, никто, как ты, не мог бы смотреть на это, скажем, вот, путинский империализм по большому чему-то, да, и чеченские войны, так иначе показали, что вот он смог в России, там, подкупив какой-то там тейп или клан, да, поставив Кадырова, но не то, что нормализовать, но стабилизировать некую ситуацию, там, вот с этими войнами и жуткими терактами, которые были там с лунами Беслана, Буденовска и так далее, да? Да, особенно с теми терактами, которые сам Путин организовал со взрывами домов. Ну, это по масштабам, если даже были, потому что страшные были, ну, и не так давно тоже самолет один, во втором пока молчание, но так иначе, да? То есть, вот, что-то ему удалось, потом это такая, ну, по сути говоря, экспансионистская политика, внешняя там, в Сирии война, потом вывод какой-то. И вот Европа, не ведет ли она сейчас себя так, вот ты напомнил между 90-х годами, так, как Путин в те 90-е годы? То есть, не выглядит ли это так же сейчас эти действия, там, мы должны консолидироваться против варваров, там, угроз терроризма, они на пороге, ну, и там, публикации в газетах, что ты можешь посмотреть. Вот насколько они справятся с этим и как? Да, ну, во-первых, ну, я не знаю, во-первых, есть вот эта версия, что очень серьезно Путин к этому причастен, к этим, к созданию милок, ирактам, она тоже имеет некий конспирологический такой характер, доказать мы это не можем. Мы это просто, как бы, ну... Просто слушаем Шкиряка, слушаем немножко Мужчина, может быть, еще там пару часов рассказов, да. Вот, но дело даже не в этом, мы не можем доказать. Вот это параллель, тот терроризм, да, который был, ну, как-то объяснен западными даже, да, очень четко. Почему? Потому что тот терроризм, может быть, это как некая освободительная война чеченцев против. Вот, насколько. Вот. То есть, они, как же, не оправдывали, но все время удавили на причину. А здесь как-то на причину указывают, так неохотно. Здесь нет никакой причины. Я понял, на самом деле. Вот же в чем парадокс, что, вот, это самое, вот, скажем, бунты, бунты, арабские бунты в Париже, они, кстати, же не выдвигали никаких социальных требований, особых. Но на себя же ответственности никто не взял пока, да, вот, за теракты последние в Брюсселе. Или уже там, ну, еще, понятно, ИГИЛ там. Да, ИГИЛ, ну, вроде ИГИЛ взял на себя. Но я что хочу сказать, что по поводу европейской политики, да, сейчас это даст огромный толчок правым. Вот, Липеновского типа, что, мол, дескать, долой мигрантов, это все вот это, то есть Липен, там, Франция для французов и так далее. Правый, который сильно подкармливается Путиным. Это тоже такой интересный такой ход, вот, поэтому многие как раз и в этой конспирологической схеме рассматривают момент, что Путину выгодны эти теракты, чтобы подкормить правых и тем самым разрушать европейскую, вот, эту либеральную империю европейцев с их толерантностью и так далее. В то же время европейские политики продолжают вот эту линию излишней толерантности к действиям. И даже я не говорю о действиях террористов, то есть там никакой толерантности быть не может, вот, ну, а действия, вот, вот, ты затруднил тему мигрантов, что они, они вот не виноваты, они бедные, там, такие-сяки, но вспомни вот эти ситуации в Германии, вот эти массовые насилия и так далее, которые были не игиловцами, а именно мигрантами. Чувствую, что 90-е как-то так немножко... Нет, ну, это же было. И самое дело, а, недавно, недавно. А, ну, что-то, я уже не говорю о тех вот насилиях. Я не о том, что они бедные, несчастные, о том, что, конечно, когда смешивают два вопроса миграции, там, трудовой или какой-то беженцев в Европу, и там, квоты, там, миллион, в Германию, там, понятно, Турция требует денег, чтобы какие-то лагеря, там, Греция, ну, мы видим, там, Италия, вообще этот остров. И когда нам навязывается такая связь подменологическая, там, не знаю, основание для чего, что именно из их среды и выходят террористы, собственно, то я говорю, что, наоборот, ИГИЛ уже этих людей согнал. Да, он согнал, они не террористы в ИГИЛовском смысле слова. Они просто, ну, они, как бы, являются неким ферментом разложения Европы, как таковой. Вот своим поведением, своим хулиганом, своим разрушением вот этого пространства безопасности даже, вот так далее. То есть, когда люди просто уже не знают, им страшно выходить на улицу, там, женщинам, когда идет группа мусульман, они же не ИГИЛовцы, но им просто захотелось изнасиловать там женщин, они берут, это делают. Там же вот этот случай с Харваком... Это было, я помню, да, насилие такое, скорее, бытовое, а тут террористы, когда там разрывается чертям весь, там, 60 тысяч, не летают. Ну, опять-таки, ну, что такое? Дело в том, что... Терроризм, теракт и все-таки, ну, может, хочешь связать, давай, помогай. Нет, нет, дело в том, что вот эти террористы, они во многом выходят из, действительно, из осевших мигрантов, которые живут в Европе, которые и по-европейски образованы. Граждане Франции. Они граждане Франции, они абсолютно и так далее, но при этом... В каком-то поколении, да, конечно. Они в каком-то поколении, но они все равно, они выходцы оттуда, и они уже натурализованные мигранты. Понимаете, вот и в этом плане они очень неплохо подхватывают вот эти радикальные исламицы. Поэтому в каком-то смысле они правы, к сожалению. А, вот недавно мне понравилось... Ну, опять-таки, мы говорим, что это бытовое, но когда, извините, в массовом порядке вот эта бытовая угроза, это тоже уже вариант терроризма такого, пусть это не взрыв... Вот пример, вот недавно читаю информацию, значит, мусульмане врываются в церковь христианскую, ломают там все, бьют там и так далее, что-то такое, уходят. И... Где-то было? Я сейчас не помню уже, я уже... По-моему, даже все... Ну, не в Украине, в тоже Германии, Германии, все той же, да, и так далее. И в этом плане тут же политики говорят, ну, вы же должны их понять, вот, ну, вот они, вот, они такие... То есть идея тут же, вот, идея... То есть, опять-таки, Европа в каком-то смысле больна стокгольмским синдромом вот этим вот. То есть, об этом, кстати, писал вот этот русский писатель Веллер, о том, что вот эта волна, она и накроет Европу. Ох, Веллер такого, конечно, напишет. Он напишет, но вот тут он достаточно... Бахни Корчагина, я ему не могу простить, все-таки, он же там про эту скоколейку, всякие там гадости писал. Не будем приказываться. Леша, у меня вопрос тогда, еще один, я немножко, чтобы связать тогда, может быть, все-таки не с мигрантами, а знаешь чем? Вот ты сегодня о Достоевском так хорошо вспомнил, да, и о своем любимом произведении, там, бесы, переченьки, замечающие, наконец-то, сразу, да. Так, значит, были там, народная воля и 70-е годы, 19-го века в России тоже террор был, ну, после народников, да, как бы там даже принято на съездах, которые там Воронежа, которые спустили. Ну, так или иначе, ну, официальная программа, кажется, с Соловьева это начиналось, вот этот человек первый выступил, что покушение на Александра Второго допустимо, и хотя они понимали, что будет, конечно, усиление, не просто режима, а репрессии, и уже будет там не какая-то ссылка, а повешение, замуровывание в какие-то газематы пожизненно, они на это шли сознательно. Были там манифесты, ну, начиная, там, естественно, там вспоминаются и Софья Геровская, и еще там какие-то великолепные женщины. Украинка, кто-нибудь. Да, но она же в Севастополе на северной стороне, дом-музей есть, беленький домик, не всегда он работал, вот в чем может быть. И вот тот террор, да, революционный, и скажем так, сразу через какой-нибудь РАФ там, или какую-нибудь акцию, вот Красная Армия же там, фракция была во Франции, да. И вот к этому террору, который мгновенно вот маркирует, даже я вот здесь повторял уже неоднократно, что даже Евроньюз постоянно подчеркивал арабская речь, так сказать, вооруженные люди, перестрелка, арабская речь в аэропорту, там, в Брюсселе. То есть тут же отсылает куда-то фундаменталистам к исламу, конечно, и к арабам, вот то, о чем ты говорил, да. Насколько можно здесь рассуждать, осуждение, естественно, наше и классиками индивидуального террора того, через там какой-нибудь, ну, я хотел бы все-таки Арафи, тут два слова, Урика Майнхоф и все эти люди такие, Байдер, то есть, которые в Германии же там, помнишь, да, 70-е годы, кажется. И, наконец, вот то, что сегодня есть угроза, после, я думаю, но все же внутренний террор, конечно, когда происходит, не дай бог, Саддам Хусейн, там помнишь, что творилось, да, это и ГАЗ, и Курды, и потом все-таки война, уничтожен Ирак, потом там как-то через Ливию, и то, что тоже поставщик же терроризма был главный, да, у нас Мавар Каддафи бедный, ну, как бедный, да, вот он получил, ну, конечно, все это страшно. И вдруг Сирия, война в Сирии, и внешний, как бы, такой экспорт терроризма после, наверное, войны в Сирии, где, собственно, ИГИЛ и был создан. Ну, как-то можно сравнивать, вот так, если сократить ситуацию, там, Россия, 19-й век, и терроризм политический, какой-то индивидуальный террор, как то, что было народной волей провозглашено, и нынешний терроризм, который возникает, как, ну, какие-то явления, сопутствующие войнам, вот, ну, на Ближнем Востоке, да, в этих странах. Это же Ближнем Востоке, да? Это безумно самая интересная тема, вот, как такова. А, мало времени, я понял, когда сидели. Нет. Не тот итог получится. Нет, нет, я, что, что? Я говорю, не тот итог будет, а до недели, если мы уйдем куда-то далеко, да? Нет, нет, я не буду далеко ходить, я просто говорю о том, что она не очень исследована, а вот этот сравнительный анализ видов террора, он, он, как бы, требует своего исследователя. Вот, я могу сказать одно, что все-таки контексты слишком разные, и контексты, в общем-то, террора в России, хотя, я так скажу, что и террор в России, он тоже имел какую-то квази-религиозную коннотацию. Скорее всего, вот этот акт пожертвования, вот, террористка, это вот образ террориста, даже в сознании российских либералов, воспринимался как вариант такого жертвенно-святого. Сразу воспринимаешь, что-то и Засулич надо вспомнить, да, Вера Засулич? А в Киеве, кстати, была улица Вера Засулич, да? Не знаю, я не знаю, не знаю. Была временовая улица. Я помню, даже есть маленькое такое стихотворение в прозе у Тургенева, который говорил про террористку, что она там кто-то бомбу бросила, вот, и кто-то говорит, кто-то говорит, террористка, ей вслед сказали. И кто-то сказал, святая. Вот. Это такие вот, да, здесь очень интересные религиозные коннотации, почему? Потому что даже вот этот вот, как ни странно, нигилизм разрушения, потому что ведь терроризм тоже произрастал из этого нигилизма, из этого вот нигилизма, разрушительного вот этого начала, которое, опять-таки, приобретало, вот, я же говорю, возможно, даже материалистической религии, потому что вот они, как бы, да, ну, тут очень сложная вещь. Но все равно это была форма борьбы за власть и форма вот шантажа государства, что попытка заставить его делать то, что люди хотят, вот, если нет институциональных каких-то методов, то террором. Здесь идет... Подтолкнуть нацию, раскачать ее, потому что иначе она загниет. Раскачать, да, совершенно верно. Рождение народ, крестьян. Да, 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 и вот это все, вот идея вот этой вот раскачки, кстати, это очень похоже на те призывы, которые у нас сейчас раздаются от некоторых радикалов, их тоже понять можно. Я говорю, они, то есть мы тоже об этом говорили, что они говорят, надо стрелять, надо вешать, там надо тоже вот... Это какой массовый фантазм, да, их нет, но это массовый фантазм, что так можно, дескать, что-то поменять. Ну, это, я говорю, это фантазм, он к реальности нет отношения, но вот он так далее. Что касается вот этого вида терроризма, то он связан с колоссальным, вот, с этим вот тоже религиозным оттенком, но религиозным оттенком, связанным с идеей священной войны, вот, связанной в исламе. И тогда, кстати, вот у нас будет через неделю конференция в Институте Политовой на тему диалог цивилизации, там, ну, тема-то понятная абсолютно. Наверное, придем. Теперь Укрлаев придет к вам. Да, вот, приходите, кстати, да. Вот, но я хочу сказать другое, что я написал, как бы, небольшую, типа, заключительную часть, ну, про то, как... И мне сделали замечание, что я педалирую вот этот исламский фундаментализм, что делать это не надо, это нехорошо, потому что турки там придут, значит, они, часть турецких деятелей, являются соучредителями конференций. Как бы не оскорбить, так сказать, но я говорю о другом, что речь же идет не о турецком, светском исламе, а речь идет о религиозном фундаментализме. То есть для них вот сама эта идея пожертвования, разрушения, она является самоцелью. Они же не хотят захватывать власть в Европе или там еще что-то такое. Они разрушают ненавистный Запад, который для них соотносим с идеей сатанизма и так далее. То есть это просто дьявол заключен в Западе. Поэтому они ведут священную войну свою. Поэтому разница целей, колоссальная разница контекстов, разница эпох.